Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWeb. С вами снова Joy и наша новая часть приключений в мире Эримворлда в зеленом поселении. Нас уже пять человек. Нас уже пять человек. Давайте... Оп. Время задания и стекло склад с ресурсами. Плевать. А что там еще, кстати, по квестам было? Я вот еще подумал насчет этой территории. Вот это нужно будет добыть. И здесь можно будет сделать что-нибудь типа тюрьмы и больницы. Наверное. Чтобы это место зря не пропадало, потому что тюрьма и больница — отличная идея рядом с киллбоксом. Прямо вот офигенная. Хреново, что вот эта стена будет из дерева сделана. Но, допустим, ладно. По стройкам моста. Давайте, ладно. Здесь сделаем, как и планировалось. Да, она как... О, да, она начинает все лучше и лучше охотиться. У нее уже семь в стрельбе. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. А ру почему-то без оружия. У него же вроде был лук. Ну, ладно. Перо, ты что делаешь? А, ты починил себе обогреватель. Не, ну, молодец. Ребята самостоятельные. Давай ты построишь здесь все-таки пол исландца хотя бы чуть-чуть, чтобы переулучшить комнату. Пускай дядьке будет как-то поприятнее дома. И, наверное... Опа! Новый налет. Дуэви Лавега. Враждебные аборигены из Франции. Из фракции. Из Франции. Ага. Да, драту тебя. Сдаемся. Из фрак... Блядь. Серьезно? Из фракции Дуэви Лавега. Расположились поблизости. Ух ты! Они все с милишным оружием. Но их пять человек. И они сразу начинают нападать. Так. Дана сюды. Невис. Я даже не знаю. Невис, давай сюда. А где все лу... А, вот... У Перо есть лук. А почему здесь он не отображается наверху? А! Когда их рекрутируешь, тогда оружие появляется. Я понял. Не вопрос. Иди сюда. Если они будут идти здесь через речку, ты их встретишь тут. У Аллигатора тоже есть лук. Нам пригодится любая наша помощь. У меня плохие новости. Аллигатор, наверное, пусть здесь останется. Я надеюсь, они не сагрятся на нее отсюда. У Ру нет оружия. И... Вот автоувеличение домашней области, я вот это не люблю. Вот это вот. Почему? Почему она там? Я не помню, чтобы я ее до туда расширял. Так, Аллигатор, я надеюсь, они на тебя не агрятся. Тем не менее, один... Нет, нет, все, они передумали. Мы воспользуемся этим. Ты пойдешь со спины на противников. Аллигатор, беги. Беги. Пера. Беги. Блин, у Перы все очень плохо. 7 часов кровотечения. Аллигатор просто... Просто водит его дурачка повсюду. Первый вырубили. 6 часов. Дана, отходи. А, они убегают. Невис, помогай. Аллигатор, как твои дела? А, все, он тоже уходит. Ну, давайте. Дана, уходи, умоляю. Все. Фух! О, черт. Так, Дана, 14 часов, 5 часов. Невис, не опасное кровотечение. Невис, спасай Перу. Ру. Дана, отдыхай. Аллигатор, отдыхай. О, черт. Оказалось, намного жестче, чем можно было вообще предположить, в принципе. Кто-то из них остался жив, да? Давайте сперва разберемся с нашими. Я бы хотел, чтобы Пера остался жив. Ему ничего там не вырезали? Его очень сильно покоцали. Ух. От слова, он вообще очень сильно покоцан. Ру. Колоты раны. Ру, я думаю, ты можешь полечить, да, ну. Невис. Стабилизируй Перу. Пять часов. Шесть. Семь. Семь вроде живет. Можешь воспользоваться лекарствами теперь, пожалуйста. Семь. 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 Ты посмотри. 91%. Как он лечит. Господи. Она, в смысле, прошу прощения. Так. А, они все сдохли в итоге, да? А, панда уходит, слушай. Он на это уначнулся. А нету наших кого-нибудь здесь? Аллигатор здесь тусит? Панда, че ты там можешь? Дальний бой, блин. Умственный труд. Два огонька. Подземник. Эмоциональная нестабильность. Невероятное уродство, блин. Мы ему выбили еще правый глаз. Это будет влиять на их работу. Пусть валит. Пусть валит. Плевать. Так, аллигатор, почему ты перестала готовить? Потому что я забыл включить плиту, да? А, у нас электроэнергии нет. Офигенно. Невис, как у тебя дела? Ты крови истекаешься в курсе? Амброузия. Невис, это хорошо, что ты... Я прям... Я горжусь тем, что ты истекающий кровью решила покидать... Подковы чуть-чуть. Это достойно уважения. Тем не менее, Невис, иди лечись. Первый уже начал гонять. Ты посмотри. Дана, почему ты опять в бешенстве? Средняя боль. Я не сомневаюсь, тебя ножом потыкали в упор. Конечно, конечно, болит. Да, Ру, отнеси и полечи, пожалуйста, Невис. Спасибо, старичок. Уровень медицины вырос. А кто у нас отдыхает? Ру, похорони. И Ру, похорони еще вот эту штуку. Отлично. Тонна крови повсюду разлита, но... Поселенцы стабилизированы. Да, на норм. Первая. Ничего не потерял, но очень сильно пострадал. Невис... Невис пережила лучше всего эту ситуацию, на самом деле. Что мы из этого вынесли? Киллбокс необходим. И с каждым днем, с каждым уровнем, все страшнее рейды противников будут становиться. И это были люди без дальнего оружия. Это просто дурачки, аборигены, голые напали. А если придут противники в броне, что мы будем с ними делать? Эльберт и уставшие странники. Приближаются четыре отчаянных беженца. Их предводителя зовут Элберт. Они утверждают, что лишились дома. Четыре человека. Четыре человека. Нам негде их содержать, честно. Я бы мог на улице в реке им положить кровать, и чтобы они там развлекались, но... Но нет. Давайте расширим территорию. Для рыбалки, чтобы можно было прям рядом со входом тусить. И... нет. Нет. Так, пера. Давай посмотрим, чем ты там занимаешься. Шахтер. Починка. Это все хорошо. Этим ты будешь заниматься после того, как закончишь заниматься исследованиями. Потому что ты самый главный у нас теперь по этому вопросу. Что там у нас по крышам? Все, перестань. Иди, иди исследуй, и... Нормально тебе будет. Все, там тепло. Одного обогревателя недостаточно. Дана, почему ты плохо время проводишь? Что тебе не нравится? Вид трупа. Где ты трупы видишь? Где ты здесь нашла трупы? А, те, которые, наверное, внутри валялись. А, здесь еще один валяется. А кого мы убили на улице? Невис, почему ты плохо время проводишь? А, ты кушать хочешь. Я понял. Аллигатор. Пока ты в самом лучшем настроении, которое себе можно представить. Да, я отправил Дану это делать. Вау, красавчик. Я же тупой совсем. Я вообще кликал на аллигатора. А, я выделил обоих. Обоих, обеих. Ну, ладно. Так, Невис. Ты вроде получше себя ощущаешь, поэтому давай строить. Зачем ты жрешь на улице? Господи, вы придурки. Так, рваная одежда. У кого? Давайте посмотрим. Дана, чего тебя по вещам? Футболка ужасная. И штаны. А, изготовить... Футболку. Две. Изготовить штаны. Две штуки. У рул хватает ресурсов даже на этот вопрос. И у нас есть еще гранит, да? Чуть-чуть. 80 блоков. Вот на эту стену еще должно хватить. Нам надо вот эту сделать еще. Так, все. Он спать лег, Невис. Невис, все. Он спит. Поэтому успокойся. Поэтому хватит. Не шуми. Мне интересно, через эту штуку можно перелазить? Если да, то... Это... Такое себе. Невис, ты можешь успокоиться? Их... Перестань будить человека. Я тебе сказал, строй дверь. Строй вот эти хрени. Тебе что, больше нечем заняться, что ли, чем ходить и будить человека? Тут дел дохера. И тем не менее, она ходит и пол фигачит. Торговец оружием? Ууу. Нам есть, что ему продать. У нас куча всяких ножей. Осталось там пик и прочей хрени. А вот эту дверь мы переставим сюда, допустим. Нужна ли здесь двойная дверь? Хватит жрать на улице, Невис! О, а если я сейчас заблокирую эту дверь? Скажу, Невис, переходь. Да, они могут ходить через баррикады. Это... Это очко вообще полнейшее. Ну, мы можем здесь сделать дверь. Надо будет добавить мод с амбразурами. Обожаю постройку эту. Почему ее нет в оригинальной игре? Господи. Ну, серьезно, типа... Это всегда использовали. Там, во времена Первой мировой войны в стене делали дырки, не Глори Холлы. И через них стреляли по противникам. Как здесь нет такого? Я среди технологий не увидел, на самом деле. Что удивительно для меня. Когда-нибудь Невис возьмет и достроит что-нибудь. Но это уже совсем другая история. Починка, разбор. Вот это все на втором уровне. И строительство номер один. Первый неплохо справляется со своей задачей. Так, мне нужно, чтобы ты... Поторговала. Потому что нам есть что продать. 20 градусов. Одного обогревателя недостаточно. О, нормально. Спасибо, еда. Невис, скоро проснешься? Тут люди торговать хотят. Они хотят купить наше барахло. Невис? Алло. А кто у нас еще в общении более-менее 3? Не, надо Невис. Однозначно, без вариантов. Невис. Скорее. Невис. Все, Невис. У меня больше нет терпения. Прости, пожалуйста, но тебе пора. Так, да, заберите все ножи, пиво заберите. Опять чертеж у них есть. Мы возьмем у вас штуки 4 медикаментов. Где они? Где медикаменты? Вон они. Перенеси медикаменты. Спасибо. Главное, что у нас есть лекарства. Я бы не хотел здесь сделать деревянную на самом деле стену. Даже вообще теряется весь смысл делать что-либо из гранита. У нас 119 блоков еще. Че, мне обязательно нужен мод на амбразуры, потому что иначе это какая-то шляпа будет. Первый почти закончил. О! Ууу! Охренеть! Какая удача! Эть, зачем? Как? Надо было просто подождать. Я испортил отношения с этими ребятами. Ну, емае! О, черт! Это мы теперь враги с Содружеством Верлиум. ББ. Ну, ладно. О, неудачно получилось. Я думал, что Муфало мертвы на самом деле. Они же с карты ушли уже. Да? А, нет, они здесь. Че, они теперь воевать со мной будут? Они пошли воевать со мной. Они пошли со мной воевать. А мы все еще не пережили прошлые военные действия. Черт! Новые враги! Так, Невис. Че делаешь? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давай... Я не знаю, насколько давно был автосейв. 16.24. Три минуты назад. Не-не-не-не-не-не-не. Типа... Камон. Я порадовался большой удачей, что Варк убил их Муфало. Я не хотел портить отношения по такой херне. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ребят. Ребят, это несерьезно. Я думал, что они покинули карту на самом деле, поэтому... Так поступило. Но мы так делать больше не будем. Мы будем смотреть перед тем, как убивать чужих Муфало. Вот, они все еще здесь. И все у них в порядке. И это до момента торговли. Все, справедливо. И Варк, возможно, на них даже не нападет. И я только рад буду за ребят. А, Варк уже отомстил. А как... Как произошло, что Муфало умер? А-а-а! Семь часов он кровью истекает. Э-е-е-е! Невис может поспать подольше. Может выспаться полностью. Так. И вот эти ножи, пиво. Золото оставим. Четыре штучки медикаментов. Эми снаряда, амброзия. А, мы можем продать амброзию. Да, кстати. И все, сойдет. Невис, что делаешь? А, вот. Все, Муфало отрубился. А если мы заберем их трэш, они все еще не ушли с карты? Я их просто не вижу. Вот это они? Нет, это носороги. Это бумалопы. Вот здесь, кстати, коняшка. А как они... А, вот, кстати, дерево для медитации. Здесь медведь тусит, так что я не очень хочу там кого-то оставлять медитировать. Я... Я не понял, а как они тогда вернулись, если их уже нет, в принципе, на карте? Они пришли просто отомстить за то, что я добил их Муфало? Мы можем просто два часа подождать, и он сам умрет. Он? Она? Сам Митс. Этот Сам Митс умрет сам. Так, Невис. Стена. Мост. У тебя куча работы. Здесь нужен какой-то вариант тогда. Я... Я думал, что через баррикады нельзя перелазить, на самом деле. Это прям... Хрень полнейшая. Хм-хм-хм-хм. Ну, тады, да. Вариант только такой. Баррикады к чертовой матери. И будем использовать двери, как... Как возможность стрелять, наверное. Типа, байтить в открытую дверь. Потому что больше я... Даже не знаю, как еще. Давай, переставим сюда. А, вот это переставим сюда. И потестим такой вариант. Невис, давай ты закончишь? Пожалуйста. Все. И перенеси это дерево, чтобы двери были закрыты. 1200 серебра упало с этой... С муфолы. Биг Дэм. Биг Дэм. Караван Энимал Вандер Ин. Оооо, щит! Че у них? Пиноксицелин. Это же крутое лекарство, нет? Для предотвращения заражения различными видами инфекций. Охренеть! Пять компонентов. Десять лечебных трав. Мы можем их приручить. Какой уровень приручения верблюда? Мы можем оставить просто верблюда в себе. И комбикорм делать для них. У нас же рис еще есть. Либо мы можем их убить. Хм. Уровень приручения. Я не вижу, я в глаза бомблюсь. Не вижу. Требуемый навык. Один. Давай попробуем их приручить. Прикольно. Почему нет? Так, кто у нас самый лучший в плане общения с животными? Одиннадцать. Пять. Восемь. Пера. Эээ, пера занят исследованиями. Аллигатор. У тебя восемь. Это тоже достаточно много на самом деле. Попробуй их приручить. И я думаю, пришло время сделать все-таки разделочный стол. Наверное, пора. Невис, как покушаешь, сделай разделочный стол. Найс. Спасибо. Делать бесконечно. И комбикорм повторять до десяти штук. Я не знаю. Десять штук это сколько? Сколько надо, чтобы один раз попробовать покормить? Такой вопрос. У нас есть верблюд! верблюд? Верблюд с компонентами. Эээ. А этого не получилось, что ли, приручить? Ну, у нас есть один верблюд. О, черт, да. Куда поселить верблюдов-то, чтобы они не жрали всю еду. Черт! А можно их, наверное, в этой области оставить? Сейчас сделаем им новую территорию. Область 1. Ва. Нормально же? Фига себе фартануло. Так, построить мост. Здесь нельзя? Эээ. А чё? Чё это за... Лады. Допустим. И здесь тоже будет ещё одна дверь. Окей, окей. Невис, подожди спать. Чё-то я хотел от тебя попросить. Что-то я хотел от тебя попросить. Можешь перенести медикаменты? Давайте переставим дверь сюда. Вот это мы переставим сюда. Это сделаем так. Такие прям лайтовые шафлы. Идет сюда. Нормально. А здесь мы сделаем... Ну, закроем локацию. Локацию. Так, Невис. Подожди. И вот, вот, да. Перенеси. Красиво. Вы видели, как это отработало? Она построила стену, потом разрушила её и переставила этот кусок стены. Да, Невис, давай ты вот закончишь и пойдёшь спать уже тогда. Зачем ты тогда тащила туда блоки из песчаника, если у тебя нет песчаника? Глупая дурилка. Не, да, ты закончишь сперва, а потом пойдёшь спать. Сколько хочешь. Миллион лет будешь спать. Построй, пожалуйста, до конца. Спасибо. Спасибо. Супер. Лучшее. Молодец. Как там наши технологии? У нас почти, почти есть аккумуляторы. Мы можем водный генератор зафигачить. Я об этом не думал. Кстати, у нас же здесь течёт речка. Мы можем водный генератор поставить. Ёжь ты, это же офигенно. Это на самом деле прям огромная, огромная крутая идея. Перо почти уже зарос. У Дана остался шрам. Чёрт. Шрам откулоты раны, от ножа. Лёгкая боль. В правый глаз. Ууу. Мы тебе как-нибудь установим фейковый глаз. Если доживём до тех моментов, когда мы научимся делать органы. Давай, перо, пожалуйста. Осталось чуть-чуть до батареек. Олениха сходит с ума. Одна? Ну, одна вроде не так страшно, не? Слушай, а как повезло с этим. Надо сохраниться сейчас. А как со здоровой-то, блин, с коровой повезло. Что она сама откинулась у нас на территории. Так, давайте посмотрим по одежде, по назначениям, что у нас есть. Что угодно. Кроме одежды с трупов от 50%. Справедливо. Так, что там с оленихой? Олигатор, у тебя же есть, да, оружие? У дальнего боя. А можешь поохотиться на олениху? Сейчас она пройдет. Мы ей вслед открываем эту дверь. Найс. Просто... Лучший уровень стрельбы. Херней страдаем, но мне очень нравится. Не, с дверями отстойно. С тратком, мне кажется. Готов. Спасибо, отличная работа. Давай-давай-давай. Там прям капелька осталась. Оптовый торгуются с фракцией Содружества Верлиум. Это кто оставили нам... Как ты? Муфало. О, давай аллигатор. Йес! У нас есть верблюдица. Питомцы. В области 1, пусть ты сядет. И приручать их, да. А, не удалось приручить. А это которая? Это у которой пиноксицелин как раз. Черт! Ладно, пусть ты сядет. Им можно высадить какой-нибудь сено здесь, и они сами будут ходить его клевать. На самом деле. Меня больше смущает, что у нас не хватает энергии. У нас закончили... У нас аккумуляторы появились. Ууу, shit got nailed. У меня есть предположение, что можно пару штук сюда прям впихнуть. Здесь есть место. Две штуки можно сюда поставить. Их надо под навес устанавливать. Это 100%. Потому что иначе они имеют тенденцию к взрывам. Можно здесь установить. Да, кстати, вот здесь неплохое место. И здесь две штуки поставим для начала. Аккумуляторы. И подземный кабель сюда. Здесь обычный и нормально. Эй, верблюдам надо спальное место, да? Область. Ища-ща-ща-ща-ща-ща. Мебель. Спальное место для животных. Ну, что-то они, наверное, не на улице спали. Монумент будет разрушен? Не-не-не-не-не. Не-не-не, я случайно, ребят. Я не знал, что там нельзя. Че? Рили? Пусть здесь будет, ладно. Здесь будет типа комнатка для животных, да? Ее тоже накроем. Охренеть, смотри, как... Мы можем продать верблюдов. Дробнуть с него компоненты. Лекарственные травы дробнуть. Да, ты можешь лекарство унести? Спасибо. Невис, тебе нужно поторговать. Да, плохие вещи мы продадим. Пиво можно продать. Эми снаряды продадим. Лоскутную кожу оставим. Шерсть муфала. Одну штуку можно продать, я думаю. Ничего страшного. Можем реально верблюдов продать. Можем забить их ради мяса. У них есть еда. У них есть еда. А, мы можем продать, кстати, то, что у нас есть. Стол, табурет. Продадим. Почему нет? Зачем они только место на складе занимают? Ну, их можно куда-нибудь установить, но как бы 12-17 бачей. Нормально. У них куча ткани, но они ее так дорого продают. 2,14. Мы можем выращивать ткань сами. Не, 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 не. Давайте верблюдих продадим. Серьезно. Сейчас, в данный момент нам не нужны животные. Это лишние рты. Пусть они заберут животных. Так, я бы хотел, чтобы Невис все вот это построила. Это будет прям отлично. В какой-то момент у нас все-таки начнут работать генераторы. Пера займется и ремонт освоит, да? Ремонт. У нас будет ремонтный стол. После этого мы поставим в кью водяные генераторы. И все, и у нас не будет проблем с энергией в таком случае. О, Пера выздоровел. Теперь может в полную силу фигачить исследование. Кто-то с кем-то воюет. А, Невис. Невис работает, я понял. Все нормально. Наверное, здесь можно было стены из дерева сделать. Но если воспламенятся аккумуляторы, а такое бывает, наверное, будет не очень хорошо. Невис, как закончишь, доделай крышу здесь, пожалуйста. И хорошая идея сделать крышу здесь. Потому что под крышей противники медленнее передвигаются. И хуже стреляют, естественно. В темноте же находятся. О, аккумуляторы начали набираться джюса. А вот это действительно можно не делать из гранита, можно сделать из дерева. Невис, что делаешь? А, у нас нет древесины. Ладно, плевать. Че-нибудь из этого можно срубить? 60. Маловато, конечно, но... Нам тут не так много дерева и надо, по сути. Слушай, ну мод на амбразуры однозначно. Я сейчас по завершению... О, они подарок нам оставили. Еще 155 серебра. Хренеть, мы до 28 тысяч выстрелили. Ё-моё. И еще раз торговец. Содружество Леопарда. Ребят, я даже не знаю, что вам продать на самом деле. Алигатор, как твои нужды там? Ты уже отдохнула? Попытайся приручить последнего верблюда, и мы его продадим. Давай. Йес! О, да, девочка. Офигенно. И у нас есть... Куча пиноксицелина. Иммунитет к некоторым заболеваниям, полученный в результате приема пени... 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 А давай он же, наверное, портится. Давай его на склад сюда... Как он там, пенис? Пени... Пеноксицелина. Пеноксицелина. Бросить. Перенести. Во. Невис, мне неловко тебя будить, но, пожалуйста, роднулька, нам нужно продать верблюда. О, они... А, нет, нет, они возьмут у нас верблюда. Они заберут у нас верблюда. Че еще хотят купить? Забирайте кожу, лоскутную кожу. Так быть. У нас куча пеноксицелина. Давайте штук... Я даже не знаю. Штуки 23 продадим. Остальное... Я просто не знаю, сколько необходимо будет. Да, наверное... Наверное, как-то так. Невис, ээээ... Перенеси и иди занимайся своими делами. Иди, иди спать. Наверное. А, ну, покушай. Я, я, я не знаю. Да, на че, че тебе не нравится опять? Пессимизм. Ну, ты пессимистка, это как бы само собой. В принципе, у тебя неплохая даже спальня. Давай тебе ячейку эту заделаем здесь. Хорошая память. А, вот еще один скилл. Бремя. Ненадолго замедляет цель, подавляя активность двигательного центра ее мозга. И слово доверие. Крутяк. Так, че у нас есть по ресурсам, из которых можно пол сделать? Известняк, гранит. Мало пищи? В смысле? 17 блюд. На пятерых. И рис. И еще здесь рис, который сейчас вырастет. Давай до 20 поднимем. Ну да, чтоб хотя бы, наверное, 4 штучки на человека было. Без одежды кто? Невис, почему? Давайте сделаем штанишки для Невис. А у нас нету кожи, да, никакой? А че за пси-посох? Скорость снижения, прирост пси-чувствительности. А у нас аллигатор, да, этой хренью страдает? Может ей дать? Пси-посох пусть кайфует. Хе-хе-хе, я не знаю. Невис занимается пока важными вещами. Она вообще молодец. Поэтому она заслужила штанишки. Сшить штаны. Плащ. Это все можно убрать. А у них не было штанов? Я просто куплю тебе одни штаны. Шапки. Ток шапки. Ну ладно. Ну, блин. Мне не нравится сама тема с дверьми, на самом деле. Мне, 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 мне не нравится. Не нравится. Я прям рассчитывал на, на определенную механику. Кстати, можно, наверное, планирование, чтобы оно вас уже не бесило, убрать отсюда и отсюда. А это можно оставить, пусть бесит дальше. У нас джусы по половине батарейки уже насосало. Работает. Пера хорошо справляется со своей работой. Ребята вообще в целом очень даже неплохо себя ведут. Морских свинок можно добыть, оленей, олених. Белку. О, ребята, я прервусь. Большое спасибо за просмотр. У меня звонит телефон. Это очень важный звонок. Огромное спасибо за то, что присоединились к сегодняшней части. Это был Джонни специально для канала JoyWire. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующей части. Спасибо большое за просмотр. Пока.